Кузза Астеригас, на связи Чандар Ульминам. Здравствуйте. Я хочу спуститься сюда. Даже урон не получил. Черепахи, реально черепахи, видишь? Ага. Скорее всего в панцире. Да. Мало урона будет. Шахтеры. Ой, нет, явно не... Оп, 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 оп. Ну и они мало урона наносят. Да, и они мало урона наносят. Ой, господи, упав. Упав? Отлично. Это шанс. Хо-хо-хо-хо-хо. А хорош, кстати. Если бы можно было это перевернуть, это было бы шикарно. Это из-за панциря. Все, он это тоже упав. Они врезаются и падают. Я серьезно не знаю, это да нафига мне зажимать правую кнопку мыши. Но это дерьмище какое-то. Нет, оно выглядит красиво, оно урон наносит хороший. А нафига? Правильно же? Ну вот, стоит, можно на него это. Может, ему нанесет больше урона. Смотри, 1394. Мы впритык прям стрельнули. Теперь стрельнем на расстоянии. Ну, больше урона, да, наносим вблизи. Но такое. Интересный у тебя попугай. Попробуй вот этим огненным дыханием делать, или как оно будет. А, согласен, кстати. Причем впритык. Рядышко. Ой, там наверх что-то. А, мы же оттуда. Забавно. Так, пойдем. Ну, ты поняла, да? Все-таки внутри бывает иногда что-то. Иногда. А иногда оно просто не ломается. Как Уддр в самом начале. За что мы уже неоднократно осудили игру. Это, это оно. Это оно, да? Угу. 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 Ну, это хорошо, кстати. Ну, да. Знаешь, что мы не сделали? Мы не поговорили с парнишкой. Нет. Мы не будем с ним разговаривать. Он не слушает. А вдруг квест? Спросить о знаках. Ну, а вдруг квест? Я и... Ах. Какие знаки обычно обставляются? Разговаривай. Обычно он пишет фразу, которая, на первый взгляд, кажется бессмыслицей. Но если поменять порядок слов, то все становится на свои места. Как правило, его знаки можно прочесть как «Впереди безопасно» или «Рядом враги». Враги? Ну, в общем, почерк тут точно его. Владыка шахты начнет все с чистого листа. Что он хотел этим сказать? Я еще не понимаю, что здесь написано. О, это древняя уленская письменность. Ты ее и не поймешь. Я знаю десятки языков, в том числе и древнеафиский. Сидобровый меня научил. Можно кое-что спросить? Какой он, этот Сидобровый? А че? Похоже, он хорошо разбирается в археологии. Зачем же он стал вором? Ну, то есть, ему нельзя быть вором только из-за любви к археологии? Ну, в Анбаре, вообще-то, есть полевые школы. Ха-ха, хорошая шутка. Он бросил работу в школе, чтобы присоединиться к Гоблина. В душе он, конечно, не вор. Из-за его увлечения археология в наших рядах вспыхивает ссоры. Но у него настоящий талант находить ценные вещи, поэтому остальные Гоблины доверяют ему и дают больше ресурсов. Есть то, что в рамках системы просто нельзя сделать. Сейчас он гораздо счастливее, чем ты думаешь. Наверное, он многое пережил. Конечно. Не осуждайся добрового за его выбор. Ты не знаешь, что такое жизнь под гнётом системы. Он пытается освободить короля от проклятия, потому что это ему на руку. Не вникай. Я не забыла, что ты сделал два года назад. Как я рад, что ты это помнишь. Когда мы познакомились, высоты ещё были желторотыми рекрутами легиона. Ты притворился слугой барона и хотел украсть его карту сокровищ. Но наёмники добрались до неё первыми. Строго говоря, я не просто упустил её. Я помог вам выследить их наёмников и разгадать загадку карты сокровищ. Ты бы... Это то есть намёк на приквел, да, для этой игры? Ну, видимо. Ты бы осталась обо мне хорошего мнения, если бы узнала, что я вор. Вот именно. Ты нам солгал. Я этого не забуду. Кстати, а почему ты вообще помнишь моё имя? Ну, в Легионе Северного Ветра не так много таких прекрасных воительниц, как ты. И того упрямого болвана Отто я тоже помню, конечно. Отто... Бы не понравились твои слова. Ну и ладно, а он смешной, когда злиц. Я всё ещё не понимаю. Чего ж ты на самом деле хотел тогда, два года назад? А чё-то непонятного-то. Благодаря острому уму и верному кинжалу я помог вам преодолеть все трудности и найти золотую ласку. Всё просто. Мне непонятно, почему ты работал один? Ну, почему Гоблин... Почему Гоблина отправили на задание только тебя? Или ты преследовал какие-то свои цели? А себе-то чего? А-а-а, я понял, я тебе нравлюсь. Если хочешь, можем познакомиться поближе, только как-нибудь потом. Шахта всё-таки не самое романтичное место. Сказай, как со мной связаться. Отстань. Предлагаю закопать его. Что же вы натворили, раз в шахте такое произошло? Эй, вообще-то мы были тише воды ниже травы. Изучали артефакты, спали, искали артефакты, снова спали. Потом раскапывали артефакты. Ну, только есть одно но. Сидобровый часто бродил по шахте в одиночку, не разрешал за ним увязываться. Наверняка он искал, как пройти глубже. Почему он никого не брал с собой? Ну, перед началом в работе в шахте, мастер её хорошенько осматривает. У Сидобрового как раз такая роль. Мы разбиваем лагерь в шахте и идём дальше только тогда, когда уверены, что это безопасно. Я почти уверена, он как-то замешан в том, что здесь произошло. Вот ты просто придято к нему относишься. Хотя, тебя можно понять, такое возможно. Если бы что-то случилось, об этом бы знал только Сидобровый. Вы столько бедно творили, и всё ради каких-то артефактов? А чём мы такого сделали? Видела бы ты, чем занимались учёные в школе или местленников. Чтобы помогать Сидобровому вести учёт на один из сокровищ, мне пришлось научиться читать и писать. Остальные гоблины. Они классифицируют артефакты, складируют их и реставрируют. Я ловил подход. Ну, конечно. Так за них можно больше выручить. Ладно, лучше мне не распространяться об этом. Всё это, ну, не совсем законно. А Сидобровому не важно, где в итоге окажутся эти артефакты. Он выбирает только тех покупателей, кто понимает ценность товара. Но, в остальном, его ничего не интересует. Получается, всё это только ради денег? Конечно! Что плохого в том, чтобы заработать деньжат на пропитание своим товарищам? Не смотри на меня так. Знаю я вас, воинов. Будешь продолжать в том же духе, станешь такой же, как Отто. Эта аномалия сделала горняков одержимыми. Ну вот поэтому я избежал другие гоблины. Ведь теперь такие. Каждый в шахте одержим. Если кто-то из гоблинов на тебя нападёт, не щади их. Сразу видно, что у вас настоящее братство. Сейчас вообще не до этого. Непонятно даже, можно ли их исцелить. Они всё равно обыкновенные бандиты. Были склочные и не любили. Когда Сидобровый говорил, что им надо делать. И на защиту артефактов они плевать хотели. И поэтому тебе плевать на их жизни? Может. Когда-то давно я и переживал о таких вещах. Но я и забыл, что такое... Что ты такая правильная. Знаешь что? Рассуждение всяких моральных вопросов — это роскошь. Время, деньги, вообще-то! Ясно. Ясно, понятно. Понятно и ясно. Ну, поехали. Похоже, ты не особо ладишь с другими гоблинами. У нас много, мы сильные и влиятельные. У нас много занятий. Сидобровый, например, знает, как искать сокровища. Но у других свои дела есть некоторые внутренние проблемы. Проще говоря, вы обманены наводите друг друга при любом возложении. Ну, проще говоря, да, именно так. Мы все из разных фракций. И подходим к делу... Подход к делу каждого свой. Ничего удивительного, что возникает разногласие. Мы сходимся даже по дороге сюда. Я знаю, что у вас много фракций, но при этом босс у вас один. Хоп-гоблин? Ты, наверное, о нем слышала? Я знаю, что ваш лидер Ниси Добровый, главный хоп-гоблин. Нам следовало арестовать его, но мы так не нашли доказательства с него. Вы никогда его не поймаете! Все, что могу сказать. У нас есть много фракций. Все они работают на хоп-гоблина, и иногда приходится его прикрывать. Вряд ли это больше секрет. Но получают по шее всегда те, кто в самом низу. Если бы ты дал показания, я могла бы вступиться за тебя. Ха! Нет уж, обойдусь как-нибудь. Игра про диалоги, да. Это новелла, ребят. Мы перешли к симулятору свидания. Мы нашли старого знакомого, нашей Хильды. С которыми у них, по всей видимости, может быть и не отношения, но что-то вроде искры. Вот. И теперь вот, нам нужно с ним вести диалог. Угу. Выходит, самое плохое, это то, что гоблины зашли с ума? Это просто кошмар. Я думаю, тебе все равно? Мне не все равно, что они могут нам встретиться. Надеюсь, и Доброва живы-здоров. Если все зашли с ума, то и он, вероятно, тоже. Кстати, а почему с тобой-то все нормально? Вот с чего не знаю, того не знаю. Я думал только о том, чтобы вернуться и найти Сидоброва. Хм, а может, у меня есть тайные силы, загадочные способности, о которых я не знаю? Не, ну это вряд ли. Меня, например, защищает вот этот клоун. Ясно-понятно, ты мне просто завидуешь, это очевидно. Похоже, ты недолюбиваешь других гоблинов. Тебе все равно, выживут они или нет. Это не так. Кстати, можешь проверить, как сильно они пострадали. Была такая суматоха, что я ничего не понял, когда убегал. Многие сошли с ума, но некоторые, вероятно, могут говорить. Ты хочешь, чтобы я попытался их спасти? Не-не, просто узнаю, что с ними. Больше я ни о чем не прошу. Захочешь им помочь, ну дело твое. Но зачем нам мертвую груз, которой их будет только мешать? Я проверю, как они, но ничего не обещаю. Кажется, тебе не очень-то интересно. Я ожидал больше энтузиазма. Так, и вот теперь... Да, Шехал. Вот мы получили квест. Ты пропустишь. Да, Шехал, ты, конечно, пропустишь, но дело в том, что, во-первых, мы это зачитываем, потому что... Ну, мы это всегда зачитываем во всех играх. Приходит... В этой игре приходится терпеть, скажу честно. Ну, то есть, мне лорной... Вот, я тебе сказала, стреляю с ними. А ты мне не верил. Не верил. Потому что я не понимал, откуда. Ой, как что-то зеленое или желтое. Какой это цвет. Это баллиста. Это развалиста. Псевдобаллиста. Что вот это? Это большой слайм? Слаймеры. Тут слайм. Право собственности на плавильню. Владелец плавильня Эвменид. Каждый человек упоминает... Но смотри, когда будешь проходить сам, тебе придется... Самое главное, все диалоги... Все диалоги. Проскипать хотя бы. Потому что есть тайные квесты здесь в диалогах. Владелец плавильня Эвменид. Каждый человек в этом строении принадлежит Эвмениду. Из дома Золотой Оливы из Астеригаса Эвменид не может управлять плавильней. Архонт Марбл назначит кого-нибудь на замену. Регистрация права собственности на вышеуказанный участок земли завершена в соответствии с законным. Документ о право собственности получает распоряжение по методам участков. Архонт Сирена. Тогда-то, тогда-то. Хорошо. Это снизу Мина была, ты видел? Нет. Ты сказал это? Стой! Вот теперь увидел. Конечно, убить! Мне кажется, здесь будет другой элемент. Электрическая. Побахнула как. Потому что ничего не сработало. И рядом с тобой еще одна есть. О, пошел за спам. Это же любовь и труд. Да? Вот они и начали. Список семейных экономов. Список экономов и экономок, работавших на дом золотой оливы. Почти все они родились рабами, однако многим из них удалось получить проживаться. Ну, мне хорошо относились к клубам. Неудивительно, что жители котлованно так его уважают. Да, я не заметил. Зачреванное древо. Ты умрешь, если ты еще наступишь на одну. Которая вот рядом с тобой стоит. Может, он бахнется? А если он взорвется? Конечно же нет! Разумеется, игра справедлива. Поэтому мобы на ловушку не наступают. Ясно, понятно. Понятно, ясно, конечно. Потом идем вообще на три под ноги. Раз, два. Плюшка. Ой, Мфала, молодец. Не бахнувся. По ножкам, по ножкам. Почему он не упал? Не знаю. Вот теперь упал. Где-то еще один. О! И еще один. А, это баллисты. Бронзовые плиты. Где-то еще копаете. И по звуку, да. Золотые пластины, это прекрасно. Только где мы и куда мы идем. Не знаю, куда мы идем. Ага. Мы нашли, ребят, секрет. Жалко, всю карту не видно. Да. Так, значит, мы здесь просто пришли. Это голос. Я понимаю, что голос. Он разговаривает. Это же голос. Да. А чей? Я не думаю, что это голос, а чей? Голос, а чей? Так, возвращаемся к слайму. Я, на всякий случай, пробежал. Может быть, мы что-то пропустили? Угу. Вроде бы ничего не пропустили, да? Угу. Двигаемся дальше. Ха-ха-ха! Я здесь умру. Ну, я невнимательный. Ну, невнимательный я. Я тебя слышал, ты умрешь. Там листочка, я на... Странное письмо. Недавно несколько наших пропали без вести. А еще я слышал о найденных трупах. Очевидно, это его рук дело. Среди нас завелся предатель. Передай всем, чтобы приглядывали друг за другом. В конце письма стоит печать с символом гоблинов. Похоже, грызня с символом гоблинов очень серьезно. Интересно, что по этому поводу скажет Шай. Нет, неинтересно, что по этому поводу скажет Шай. Ну, реально, ну, правда, игра. Вот это было бы интересно, если бы не было... Неинтересно. Как я умудрился на этой мини... Подорваться? Чудо! Ник, с золотых круток. Я нашла эту записку в ловильне. Может, ты поймешь, о чем здесь лечь? Дай-ка гляну. А, понятно. Когда они были в своем уме, кажется, не говорили о чем-то таком. Но теперь у меня нет оружия. Надеюсь, со мной ничего не случится. Это зависит от тебя. От тебя одни проблемы. Слава тебе, господи. Не на полчаса. Угу. Все-таки, почему ее сравнивают с Хорайзеном? Нет ничего общего же, кроме рыжеголовы. Барышня просто похожа на главную героиню, да. В целом, да. И все. И все. Да-да, я понимаю. Кто здесь? Владыка шахты. Ваше желание для меня закон. Уничтож всех захватчиков. Ты добра, парик. О, пупось. Эй, о чем ты говоришь? Он ушел. Расщелина. Ментавр, что? Нет, шахтеров. Он вверх, по-моему, пошел, нет? Действительно, расщелина. Там крыса. И старый туннель сейли, прям. Или что это? Или собака. Или крыса. Я не знаю. Этот. Вославит солнце. Смотри, вославляет солнце. Да, действительно. Там даже свет. Ух. А удалось, кстати. Удалось. Хватит он, Павел. Хватит. Рыжая Зельда? Всех налюбила. На Зельду, похоже, больше Туника. Вот Туника прям Зельда-Зельда. Что-то ползай. Ой, какие они прикольные. Видела? Ясно. Их завалило. Кукуськи. Как дела? Что это такое? Что такое? Опасный. Страшное их создание. По-моему, огонь не самый эффективный. Пойдет. Аквамариновый симбиотический кристалл. Ясно? Кристалл какой-то дали. Знаешь, мы не утонули в этой лужице. Ящик. Мимик. Ну, хорошо. Черепашка Гобелен? Что? Неважно. Это опять те самые процентные черепашки? Через 15 минут выйду в астрал за шоколадом. За шоколадом? Шоколад. Да. Шоколад. Ух. Не падать. А хотелось. Деньги. Да. Только это меня и удерживает. 14 тысяч. Офигеть. Уже. Больше, чем мы. Три. Вообще-то я постарался увернуться, но не получилось, к сожалению. И в сторону выстянных пошел. Судя по всему. Судя по выстрелам. Падай, падай, падай. Скандировал чат. Угу, угу. Я отошел, но как я понял, ничего не изменилось. В смысле? Мы убили какого-то Скорпиона. Да, между прочим. Изменилось прям вообще-то. Ты видела? Он ушел от нас. Алло? Ну, я думала, мы можем поговорить с ним. Предлагаю. Нет? Да. Все правильно. Что нет-то? Все, все, все. Вау. Не, ну окей, окей. Ладно, не такое уж и говно. Хорошо. Ситуативная вещь, но пойдет. Ее можно использовать иногда. Аккуратно. Просто он как-то так. Нечто важное. На самом деле, да. Уникальный моб. Особенный. Ой. Учет вознаграждения и работа никому рехалковой плавильния. Главная ведомость вознаграждения записана Роксаной. Роксаной? То самой Роксаной? Или она не Роксана? Я не помню. Ну, 5 астараков. Ну, 5 остраков. Астраков? Астраконов. 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 5 остраконов. Гражданин. Андули. 5 остраконов. РАП. Скоро погасит долг. Макалпор. 4 остракона, РАП. Ладно-ладно-ладно. Кто там чего сделал? Нищий, кстати, есть. Есть раб, а есть нищий. Ниже указано еще много имя. Роксана их награждала. Роксана, Роксана! Роксана, которая Роксана, между прочим. Ну, хорошо. Угу. То есть, те еще мутки здесь творятся. Здесь точно ничего. Астролябий? Я не знаю, что такое астролябий. Загугли. Ну, там фало написано, что надо золотой астролябий. Сын, видишь, какие уж актеров инструменты? Они сделаны из... Аликалка! Только инструментами из этого металла можно добавить астролиэт, так, чтобы он не взорвался. Правильно. Ты многому научился с тех пор, как впервые здесь побывал. Я бы хотел и чаще приходить. А еще я очень горжусь тобой. И работникам интересно, когда я прихожу. Они всегда разговаривают со мной или просто смотрят на меня. А знаешь почему? Потому что я будущий владеец шахты. Они хотят, чтобы следующий владеец был не хуже, а то и лучше предыдущего. Я сократил рабочие часы, плачу всем одинаково, независимо от социального класса, а еще создал места для развлечений и отдыха. Все это ты должен будешь поддерживать. Эти вещи очень важны для горняков, понимаешь? Конечно, понимаю. Так и должно быть. И это ответственность Алистоев, таких как ты и я. Я в тебе уверен. Ты лучший в мире сын. А ты самый лучший папа. Вот и как он может быть отвратительным? Как он может быть во всем виноват? Моя не понимать. Да они сами там. А я думаю, что они там все уроды просто. Ну, Дин, видимо, у тебя ни одного слабость к ржулькам. Не будем показывать пальцы на того, у кого еще слабость к ржулькам. А кто ржулик-то не любит? Найдите хоть одного, кому не нравится ржульки. Закрыто. Нужен подходящий ключ. Здесь не перебраться, кстати. Ну вот. Я успел среагировать. Он восслабляет солнце. Там... А я потом просто забуду. Если мы пойдем туда, мы доставим вот это. Вообще, Дин, это осуждающий свалик. Так что... Да, это осуждающий. Ага, я так и понял. А может мы сначала... Я, да. Я так и понял. Еще почитаем. Душевный кулончик. Все добро, вы, старик. Посмотри. Что ты нашел на этот раз? Эй, ну что это там такое? Посмотри на эти древние амулеты. Как думаешь, сколько за них можно выручить? Дай-ка взглянуть. Ну, начнем с того, что они не древние. Но они волшебные, а цвет эстрита очень редкий. Чтобы выяснить, для чего они нужны, нужно провести полный анализ. Ну так, раз они не древние, значит я могу их забрать? Я нашел два таких, возьмешь один себе? Ну, в награду за твой тяжкий трог. Ха, вот негодник. Мне интересны только ценные старинные артефакты. Чего мне эти безделушки? Ладно, возьму. Нужно изучить его. Кто знает, вдруг он поможет снять проклятие с короля. Конечно, будет здорово, если моя находка окажется полезной. Пока это просто дешевый кулончик. Не радуйся раньше времени. Теперь, Аш, тебе что сделать, гоблина искусства? Ясно. Вопрос отпадает. Шлищ. Ой. Мне нужно это. Здесь не открыли, ничего не. О, это оно? Это оно? Это же оно? Прошение рабов. В этом прошении рабы из Орехалковой плавильни обвиняют Роксану в том, что она слишком строго наказывает их и часто урезает жалование. Далее приписка почерком Эвменида. Смягчить наказание. Ха, я так и думала. Но она... Все же награждает иногда их. Это у нее от настроения зависит? Та еще тварь. Мы это выяснили, ребят. Вот мы выяснили, то что... Ой, какая Роксана классная, какая добрая. Выяснили. Выяснили другую сторону ее личности. Вот и все. Мы пришли туда, откуда начинали. Это самое начало, если что. Вот здесь, видишь, мы прыгали. Видишь? Это мы оттуда прыгали. Узнала? Хорошо. Хорошо. Так, значит, нам теперь только один путь по тем штукам. Ну, пойдем, чоль.